99% детей, конечно, за соктированных дней вернулись. Совсем небольшой процент у нас остался заболевших детей. Вообще, я должен сказать, что именно погодные условия очень часто определяют степень заболеваемости детского населения в значительно большей степени, нежели у взрослых. Потому что у детей детские коллективы, они значительно больше, чем рабочие коллективы у взрослых. И дети в силу своей активности очень активно, например, в той же школе, в коридорах, между занятиями, они общаются в очень больших группах. Поэтому там в сотнях измеряется количество учащихся. Поэтому сейчас, конечно же, вообще мы отмечали большой рост заболеваемости респираторными заболеваниями. При этом у нас на первое место, естественно, вылез такая болячка, как коклюш. И мы отмечаем, что рост был в 37 раз. Не на 37%, а в 37 раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Но сейчас, конечно же, на фоне очень низких температур, приятно низких температур, за счет разобщения коллективов, произошло значительное снижение. И сейчас, конечно же, и у нас, и в инфекционной больнице, мы отмечаем, что степень наполнения стационара значительно уменьшилось, и количество в поликлинике заболевших стало значительно меньше. Что касательно ковида сейчас, то, к счастью, сейчас циркулируют старые штаммы вируса. Мы отмечаем, что очень достаточно высокая эффективность наших диагностических средств. То есть мы каждому ребенку, который обращается в стационар, делаем тест. И я должен сказать, что примерно половине случаев мы выявляем ковид. Потому что вот, который был, то есть это говорит о том, что это идут омикроны и разновидности омикрона. Потому что, которые вот из новых видов были, то есть они вот старыми тестами не ловили. Сейчас тесты снова эффективны. Но ковидный госпиталь в нашем инфекционном стационаре работает, он не пустует никогда. Мы наших пациентов, которых выявляем ковид здесь, отправляем точно так же в ковидный госпиталь туда. Здесь я хотел обратиться в первую очередь к родителям, что не надо отказываться от поездки. Потому что все равно лечение и осмотр хотя бы пациента должен сделать специалист, врач-инфекционист. Да, мы тоже врачи, но мы не специализированы именно по инфекционным болезням. Поэтому если вам рекомендуют в инфекцию, то надо в инфекцию съездить, чтобы вам назначили лечение или предложили госпитализацию. Это уже ваш выбор, будете выложиться или нет, но получить консультацию специалиста – это необходимо. Пневмонии около 200. Это не очень большая цифра. Примерно перед ковидом, лет 5 назад, мы с вами встречались. У нас было прямо, у нас тогда было более под 400 пневмоний за год. В основном мекоплазменных. Они, к сожалению, сейчас никуда не делись. Они точно так же. Эти возбудители, они передаются воздушно-капельным путем. В первую очередь, они очень хорошо в воде выживают. И мы тогда с вами записывали ролики, где призывал перестать пить из одной бутылки в десятеро. Если хоть один человек заболевший, то он заразит всех десятерых. К сожалению, эти болячки никуда не делись. И сейчас очень опасно не то, что респираторно-вирусная инфекция перетекает в пневмонию. Это может быть такое. Сейчас чем опасно? Тем, что не бывает изолированных инфекций. То есть нету просто гриппа. То есть мы берем вирусологическое исследование. То есть у нас в Каннске открыта вирусологическая лаборатория. Мы всем пациентам, которые приходят в стационар, берем вирусологическое исследование и отправляем в нашу Каннскую межрайонную больницу. И они нам дают заключение. То есть там, как правило, два-три возбудителя одновременно. То есть при этом надо понимать, что один возбудитель – это мекоплазма, например, которая лечится антибактериальным препаратом. А какой-нибудь риновирус, он лечится исключительно противовирусными препаратами. Поэтому вот сейчас есть такие трудности, потому что по клиническим рекомендациям при респираторно-вирусной инфекции антибиотики не показаны. То есть антибиотик начинает вводиться тогда, когда появляются осложнения. А осложнение – это то, что вот пневмония. Ну, то есть, ну, поэтому у нас вот есть небольшой такой конфликт с теми же страховыми компаниями. То есть когда врач назначает антибиотик до того, как развилась пневмония, ну, и вроде как получается, что юридического у него основания-то не было. А вот пневмония, когда разовьется, тогда назначат. И так, может, мы назначим до того, чтобы она не развилась? То есть, ну, вот есть небольшое здесь вот такое недопонимание между медицинского сообщества между собой. Но, тем не менее, мы все-таки стараемся лечить пациента, а не какую-то конкретную болячку. Единственным достаточно эффективным способом при инфекционных заболеваниях является, это, конечно же, вакцинация. Но еще раз хочу сказать, то есть это не чудо-таблетка. И вакцинированные они тоже болеют. Но я еще раз отмечу в который раз, что в реанимации вакцинированных нет. И практически не бывает. На сегодняшний момент мы должны отметить, что с тем же коклюшем примерно треть пациентов – это дети непривитые в силу возраста из-за болевших. И примерно треть – это непривитые из-за отказа их родителей. То есть первую вакцину от коклюша начинают ставить в 3 месяца. И вот дети с наворотков и до 3 месяцев, они вакцины не имеют. И при этом они очень часто заболевают. После 6-7 лет обычно, то есть вакцинация основная к 2 годам заканчивается. И после 6-7 лет иммунитет у детей, как правило, снижается. Такие дети, они, как правило, особо не страдают. У них просто длительный кашель. Но они могут быть переносчиками именно для своих братьев, сестер, которые новорождены, которые очень маленькие. В этом их опасность. Вообще сейчас рекомендуется от коклюша вакцинировать детей уже и после 14 лет, особенно если у них есть какие-то хронические болячки. Продолжение следует...